МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в Подмосковье, Дмитровский район, деревня Удина, дом 122А. Здесь сейчас проживает около 20 семей, которые не могут даже прописаться в собственных квартирах. У них есть проблемы с поставками воды, из крана течет техническая жидкость. У них есть перебои с электроснабжением, иногда его отключают на целые недели. Все потому, что несколько лет назад они заключили договоры с компанией, которой владеет депутат Законодательного собрания Ульяновской области Ренат Шайдулин. С дольщиками этого дома мы уже общались в режиме онлайн. Истории, которые они нам рассказывали, выглядели совершенно фантастическими. Но здесь, в Подмосковье, мы нашли им документальные подтверждения. Отметим, что наши собеседники сейчас официально признаны потерпевшими. Материальный вред, причиненный им, составил более 100 миллионов рублей. Дело относится к категории особо важных. Все началось в 2012 году. Тогда врач по образованию Ренат Шайдулин только-только собирался стать депутатом. Причем в Москве, в районе Сокол. Местные жители бунтовали. Говорили, что он связан с хищениями более 6 миллионов рублей на схемах с полисами ОСАГО. Вот такие карикатуры уже тогда на него рисовали. Стать депутатом в Москве у Шайдулина, разумеется, не получилось. После этого он решил попытать счастье у себя на родине в следующем, 2013 году. А для этого, видимо, были нужны деньги. Злые языки говорят, что мандат стоил 5 миллионов. Так что в Подмосковье врач Шайдулин нашел нашего земляка, годами занимающегося строительством, и предложил посотрудничать. Партнер по застройке очень быстро понял, что наш герой строить полноценный дом не собирается. Так что земляки разошлись, каждый забрав свои доли. В результате в деревне Удина появилось несколько полноценных домов, и только один стоял особняком. Дом авторства Шайдулина и учрежденный им Витариал Эстейт. Без воды, газа и с неработающей канализацией. Незданный, разумеется. Но жильцы об этом еще не знали. Но больную маму, которая лежала недвижимая и полностью слепая, мы хотели улучшить условия жизни. Дети помогли. И почему мы пошли на этот вариант? Потому что Шайдулин дал нам рассрочку. И нас как бы это устраивало. Потому что я настолько верила, что, зная наши условия, что вот мы из-за мамы все это делаем, слезно он нас умолял, переезжайте, дом будет сдаваться вот-вот. Делайте ремонт, и пока еще тепло, осень как бы, к зиме дом будет сдаваться. И я буду оплачивать свет, который вы будете потреблять при ремонте, даже какие необходимые, может быть, материалы или что-то. Я все помогу, все сделаю. И мы поверили, начали делать ремонт. Квартиры человек-оркестр Шайдулин распродал, а вот сроки сдачи нарушал раз за разом. В итоге была якобы сдана первая секция дома. Коробку дома он, конечно, построил, но на этом его деятельность фактически ограничилась. Коммуникации в доме проведены не были, и в итоге такие обстоятельства сложились, что люди в доме проживать нормально не смогли. А теперь следите за пальцами. Проект у Шайдулина и его партнера до 2012 года был общий. Затем наш герой начал строить свой дом отдельно, однако техническую документацию на него не подготовил. Работал по старой. Из акта приема следует, что была сдана одна секция четырехсекционного дома. Дом Шайдулина пятисекционный, и по старой технической документации в нем вообще нет первой секции. Есть секции 5.1, 5.2 и так далее, поскольку этот дом в микрорайоне должен был быть пятым. Остальные секции подъезда не были сданы до сих пор. Фактически дом Удина 122А – это стройка, на которой уже пять лет живут люди. До сих пор дом не сдан, прошло пять лет. В какой момент вы, ну скажем так, почувствовали неладное, почувствовали, что не будет всего так, как вам еще? Первые три года я ему верила, а через три года я поняла, что это как бы афера, да, что это обман. Мы как раз переехали сюда жить, и вот через некоторое время я поняла, что, в общем, это афера, он не собирается ничего сдавать. В 2013-15 годах жильцы по просьбе из одобрения Шайдулина начали заселяться в дом. А через некоторое время в их жизни началась трагедия абсурда. Прошлым летом, ну, грубо говоря, год назад начал подавать диски на нас, на коммунальные услуги, на электроэнергию и на все остальное. Вот, за исключением газа. Потому что газовая компания, она напрямую с нами заключила договора. Воду дали, это по просьбе администрации города, ну, Дмитровского района, попросили запитать дом водой технической. То есть пить ее практически, ну, я не пью. А пьешь-то вы что? А ездим на родник, привозим воду, вот. И вот на ней готовим. Здесь исков было не просто вот раз, два, три, там, десять, а их десятки исков против, скажем, и дольщиков, и каких-то других компаний, и так далее. Все, что связано вот с этим домом. И эти иски, они вот, говорю, что идут вот начиная с 12-го года по сей день. Давайте по порядку. Канализация в доме почти не работает. Жильцы обслуживают ее сами. Электричество поставляют с перебоями. Отопление зависит от электричества. Нас регулярно отключают от света, наши платежи не доходят до места назначения. Потому что этот дом, он официально не сдан. Это стройплощадка. И, соответственно, чуть что, сразу какие-то отключения идут. Вот мы, в частности, прошлой осенью, 9 дней осенью жили без электричества. Представляете, 9 дней с маленькими детьми жить без электричества. А у нас нет электричества, нет отопления. Газ появился только через несколько лет. Уборка осуществляется самими жителями. А вода? Воду в дом подают из близлежащего пионерского лагеря. Техническую. Она вода техническая. То есть для питья она непригодна. Более того, она не лицензирована на скважину. Мы ее не продавать никак. Мы просто как техническую поставляем на время строительства, соответственно, этого дома. Вода желтого цвета. Это допустимо? Я не знаю. Мне кажется, не очень. Вся белая одежда становится желтой. Пить такую воду нельзя. Как вы думаете, допустимо это или нет? Я думаю, что нет. Вы, может быть, скажете, что такие проблемы, как желтая вода и перебой с электричеством, есть у половины жителей страны. А ничего сверхъестественного Шайдулин не сделал. Действительно. Если не считать счетов на 200-300 тысяч. Которые выставил своим жильцам красный депутат за такие вот услуги. Я сейчас чуть попозже покажу, что у меня приходит одна труба. Ну и соответственно, вывод с мусора, я так понимаю, его тоже нет, водоотведение нет, все остальные пункты. Ну, в принципе, да. На премьер семье Тетеряных Шайдулин выставил счет на 300 тысяч рублей. Обратите внимание на наименование услуг. Тут поставки холодной воды, а также холодной воды для горячего водоснабжения. А вот документ, подтверждающий, что для самого Шайдулина вода совершенно бесплатна. Черным по белому, на безвозмездной основе. Вершина цинизма? Нет, это только вершина айсберга. Суды он редко сам появляется. У него в основном адвокаты. Всякие разные. И на судах даже были случаи, когда адвокат пришла, ну, не лично ко мне, но ко мне тоже приходила. Она подавала документы просто сфальсифицированные. Я знаю, что этих договоров не было. Вот экспертное заключение подделки подписи. Добавить к нему нечего. Часть судов против дольщиков, он каким-то магическим. И к этому мы еще вернемся в образом. Выигрывал. Часть проигрывал. А кончилось все тем, что долги он передал своей подставной компании. Переуступает якобы свои права по взысканию денежных средств другой компании, аффилированной. Где, собственно говоря, опять же, выступает небезызвестное лицо. Ну и, собственно говоря, значит, одному из дольщиков удалось оставить свою позицию в митровском суде. Вот, сейчас будет апелляция. У меня тоже будет апелляция завтра проходить. Ну и надеемся, что выиграем это дело. Вот, тем не менее, вот, с чем я столкнулся, это постоянно идет неправда, искажение фактов. Обман, обман и обман. То есть, вот, я первый раз за свою жизнь встречаю такой человека, который, собственно говоря, все свое дело строит на обмане людей. Обычных людей. Аффилированная компания называется «Витаконсалтстрой». Она официально и подавала на дольщиков в суд. Правда, каким образом левой, по сути дела, компании были переданы долги по коммуналке с незнанного дома, через договор цессии не знает, кажется, никто. Зато всем хорошо понятно, зачем это было сделано. Ну, фирму, квартиры, которые не заселены в настоящем. А зачем, как вы говорите? Ну, чтобы спрятать, запутать хвосты, чтобы не было, как бы, понятно, куда делись средства денежные, куда ушли квартиры, чтобы у него на его фирме отсутствовало все, чтобы, то есть, если начнут дольщики подавать исковые заявления, а не у стойки, там еще о чем-то. А с меня, ребят, нечего брать. Но эти квартиры были распроданы, которые он перевел? Нет. Вообще нет. Они не были распроданы, они просто были выведены. А в ответных исках дольщиков, кстати, сам Шайдулин углядел для себя моральный ущерб. Дескать, их слова и их иски вредят его репутации. Ах, да, отказаться от услуг Шайдулина и перейти к прямым договорам дольщики, напомним, не могут. Дом-то не сдан. Это СМС-сообщение отправил депутат Шайдулин дольщику Владимиру Смородину. В распоряжении редакции есть номер телефона депутата. Он совпадает с номером, с которого было отправлено сообщение и в настоящее время недоступен. С Владимиром Ренат Шайдулин долго и с переменным успехом судился. В деле была даже проверка полиграфа. Я предложил пройти проверку с использованием полиграфа, который я прошел, на которую Шайдулин дренат также явился, но он ее не проходил. Он изобразил сцену, что ему стало плохо. Просил вызвать скорую. Соответственно, были в последующем подобные же случаи при предложении ему прохождения полиграфа уже по другим эпизодам. Вызывался врач. Врач, соответственно, констатировал, что никаких отклонений здоровья нет. Это чисто симуляция. Закончились тяжбы между Смородиным и Шайдулиным с совершенно сюрреалистическим эпизодом. Депутат напал на дольщика в Москве. Проходя по улице, ко мне из машины, я просто-напросто услышал щелчок дверей, ко мне подбежал Шайдулин и схватил меня за руку и начал кричать на всю улицу, чтобы меня задержали, что я нахожусь в федеральном розыске. До этого он избил пенсионера. И, собственно говоря, мои действия – это сориентироваться, бежать туда, где есть кто-то из полиции. Это станция метро. До станции метро я добежал, и, собственно говоря, сразу же подошел к сотруднику полиции, тут же подбежал Шайдулин, начал кричать, что я в федеральном розыске нахожусь. Отметим, что в федеральном розыске находился сам Шайдулин. В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие это. Депутата тогда все-таки нашли. Правда, потом он попал под амнистию. В 2015 году он нанес телесные повреждения господину Хатько. Ударил его в живот, по руке. Ну, времени достаточно много прошло, точные детали не помню. Я участвовал в этом деле. Шайдулин привлекался к уголовной ответственности, что не помешало ему продолжить свою депутатскую деятельность. Следствие его привлекло, и ему повезло, господину Шайдулину, вышел акт амнистии, и на тот момент его освободили от уголовной ответственности по амнистии. То есть формально он уже был осужден, а депутатам все-таки остается. А вот видео, на котором человек, похожий на депутата Шайдулина, избивает пенсионера. Жильцы говорят, что запись подлинная. События, кстати, происходили еще в 2014 году. Похожие истории нам рассказали другие дольщики. О хамстве, рукоприкладстве и об обмане. Он приходил, чуть ли не выгонял, а я говорю, куда вы меня выгоните? Это моя квартира, я за нее деньги отдала. Ни за что не выйду на улицу. Вот с полицией меня выводите. Теперь он говорит, что он этого не делал, он не угрожал. С пистолетом он приходил. Пусть даже это травматически. Пусть даже он имеет право, вот как мне следователь, я сейчас задавала вопрос, что он имеет право. Да, если у него допуск есть, он имеет право носить этот травматический пистолет. Ну, он пришел на собрание дольщиков. Кто ему здесь угрожал? Какая угроза здесь существовала среди вот деток, маленьких и пожилых людей? Он стал ругаться и угрожать этим пистолетом. Хайдулин поднимал руку на мою супругу. Поднимал руку, нанес физическую боль, были гематомы. Мы ездили в лобных травмах, снимали показания. Мы давали объяснения в Укшанском отделении милиции. Они просили нас, типа, вы лучше едьте сразу в следственный комитет, он депутат. Обратите внимание, все документы у дольщика на руках. А на дольщицу Татьяну Задорожную Шайдулин так и вовсе решил натравить черную магию. Он ко мне здесь подходит и говорит, Задорожная, давай плати денег мне. Я говорю, за что? За коммунальные услуги. Я говорю, Ренат, ты что, сдал дом? Может, я что-то не знаю? Он говорит, нет, не сдал. Но мне нужны деньги. Я в слово в слово просто рассказываю, то, что он сказал, так я и говорю. Я говорю, так деньги всем нужны. Он мне говорит, если ты сейчас мне не отдашь денег, значит, я на тебя натравлю бабку, и ты в течение года умрешь от раковых заболеваний. Звучит как злая шутка. Но через два месяца Татьяна действительно попала с опухолью в больницу. Факт то, что он с дипломом, медицинский диплом образования медицинской, он такие вещи говорил людям. Он шантажировал нас постоянно. После того, как мне перед тем, как операцию делать должны были завтра, он меня здесь встречает и говорит, я тебя выселяю из этого дома. И в подъезд стал отнимать у меня ключи. А у меня она завтра на операции. В общем, в итоге отстал от меня от того, что я первый попавший телефон набрал человека, который просто сказал, если что-то со мной случится, вините его в моей смерти. Шайдулин по образованию врач. И вы верите, вот я в силу своего возраста, мне даже, ну вот у меня не укладывается в голове, как может молодой человек, врач по образованию, проклинать людей и говорить, что я пошел к бабке и я наговорил, навел на этот дом порчу. Честно говоря, не укладывается это в голове и у нас. Послушайте речь врача и депутата Рената Шайдулина. Запись предоставили дольщики. Мы здесь никто? А вы с какого вообще цивилизации рисуете? Вы заплатите деньги? Мне просто интересно, почему вы? А вы кто вообще? Я здесь застройщик. Вы не застройщик, вы свои дела передали. Вы же сказали, что вы здесь никто. Так не пользуйтесь, тогда не пользуйтесь ни чем. Почему включают? Вы никто. Вы не пользуйтесь тогда. Так вы никто. Так кто никто? Вы у меня вороете электричество. Я у вас вообще не брал. Итак, тратим свое время на то, чтобы входной. Вам какая разница, где я не прийти? Ну как, вы СМАЭСК, скажите, какая ваша фамилия. Вам какая фамилия? Мы СМАЭСК проверяем состояние общей домовых приборов учета. Просто с СМАЭСК я вчера разговаривала. Нам сказали, что никаких отключений не было. Слушайте, вы тоже на меня пишите, что это я отключила. Я не знаю, нет. Вы тоже пишите, что это вы? Вы на показания приборов учетов. Нет, а на каком основании вы нам отключили? Я вам не плачу. Потому что вы не плачете. Вы что, не слышите? Я вам говорю. Вы не плачете. Так я застройщик здесь. Вы застройщик? Вы вчера на суде кричали, что вы никто. Вы что, были в суде, что ли? Да мало ли что говорится. Запись длится 7 минут. И на ней, поверьте, много интересного. Особенно много лжи. Как, впрочем, и во всех высказываниях горе-депутата. Не так давно я участвовал уже на стороне другого гражданина, которого господин Шайдулин обвинил в нанесении ему, Шайдулину, телесных повреждений. Как оказалось, эта история господином Шайдулиным выдумана. Никаких телесных повреждений ему никто не наносил. Следствие долго пыталось подступиться к депутату. Его, похоже, покрывали многочисленные, ныне уволенные, или уволившиеся по собственному, или даже осужденные, чиновники Подмосковья. Мы попытались побеседовать с их преемниками. Так, замглавы администрации района по строительству Иван Башкиров даже согласился дать нам интервью. Однако, узнав, что с нами приехал один из дольщиков, Иван Башкиров в буквальном смысле убежал от нас. В тот день, когда мы работали в Дмитрове, глава района проводила личный прием граждан. Вместе с дольщиком Андреем Максимовым мы попали на него с вопросом о судьбе дома Удина-122А и о Ринате Шайдулине. Правда, ответов мы так и не получили. Производить видеосъемку нам запретили, без указания причин. Так что приводим запись диктофона. У меня есть зам, который отвечает и ведет все это строительство. Полностью вникает в ситуацию. Мы были у Данны. Мы были у товарища Башкирова, на что он отказался давать любые комментарии. Почему? Ну, мы этого не можем знать. Во-первых, он не хотел нас принимать сначала. Он ссылался на то, что у меня было там 20 совещаний. Я устал, я не могу, я не хочу и прочее. В итоге он вышел. Как только узнал, что я дольщик, он развернулся и сказал, что комментариев никаких я желать не получил. На этом разговор был окончен. Ну, как вы говорите, что там ведут следственные действия? Ну, следственные действия, это понятно. Но... Следственные действия ведутся. Сходя из этого, мы будем принимать решение, как оно будет понятно, это ли следственные действия. Ну, вы в курсе, что товарищ Шайдулин сейчас находится в СИЗО? Я говорю, что следственные действия ведутся. Ну, а дальнейшая судьба дома даже, вот если... Ну, допустим, его обвинят по статье мошенничества, да, части 4, статьи 159. Вы сначала, чтобы все это сработало, а потом, чтобы происходить с того, что было происходить. Переводим. Судьбу дома до суда решать не будут. Как будто уже свершившегося недостаточно. Тем не менее, проблемным его все-таки признали. Но кто будет решать эту проблему? Шайдулин или КПРФ? Вот так рука руку моет, все с друг с дружкой связаны. А мы здесь страдаем, плачем, сердечные приступы. Неужели выхода нет и концы в воду? К счастью, теперь, когда за ситуацию взялись следователи по особо важным делам, нет. Встретиться с нами лично представители СУСК не смогли. Тем не менее, согласились озвучить текущую информацию по телефону. В Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий в сфере долевого строительства. По ходатайству следователя 2-го управления Государственной России в Московской области судом в отношении исполнительного директора ООО «Витариал Эстейт», являющегося также депутатом законодательного собрания Ульяновской области 5-го Сазыба о пленяемом мошенничестве, по части 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, депутат совершил мошеннические действия при строительстве многоквартирного дома, расположенного в деревне Удина Дмитровского района Московской области. Так, в июле 2011 года он под видом организации долевого строительства многоквартирного 4-этажного жилого дома владел денежными средствами граждан-дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законном порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров кубликодажи, тем самым лишив граждан денежных средств и прав на жилье в помещениях в последующем. В результате его преступных действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 105 миллионов 300 тысяч рублей. К настоящему времени порядка 32 человек призваны потерпевшими. Следовательно, продолжается работа по установлению всех потерпевших по уголовному делу. Уже проведены две бухгалтерские строительно-технические почерковедческие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас юристы и дольщиков уверены, шанс на благоприятный исход из той абсурдной ситуации, которую создал Шайдулин, все-таки есть. Факт привлечения Шайдулина к уголовной ответственности им может помочь в разрешении этой ситуации. Может быть, благодаря этому привлечению к уголовной ответственности те люди, которые, на наш взгляд, помогали Шайдулину, ориентируясь на его депутатский статус, на наш взгляд, его депутатский статус в определенной мере помогал Шайдулину длительное время. В том числе помогал Шайдулину в препятствии привлечения к уголовной ответственности, потому что Шайдулин, являясь спецсубъектом, уголовное дело в отношении него может возбудить только руководитель следственного органа, субъекта федерации. Теперь статус должны снять. Или нет. Чтобы не быть предвзятыми, мы решили дать слово самому Ренату Шайдулину. Вернее, так как он находится в СИЗО его компании. Мы отправились в Москву по адресу ее регистрации с ворохом вопросов без ответов. Вот он, в документах, разрешающих ввод здания в эксплуатацию. Совпадает с данными в открытых источниках. За моей спиной дом Ботаническая, 14. Это самый север Москвы. Именно здесь, по официальным данным, зарегистрирована компания Vita Real Estate, депутата Ульяновского ЗАГС Собрания Рената Шайдулина. Наши источники рассказали нам, что в этом здании мы, скорее всего, не найдем никого. Здесь зарегистрированы более 300 компаний. Проверим? О, ребята, тут только юридический адрес. Все, больше ничего нету. То есть, как это в конторах? Vita Real Estate. Ну, я не знаю, Вернее, 21-го офиса. Да. Вот, тут только юридический адрес. Больше тут ничего нету. То есть, тут компания регистрируется, а реально у сотрудников никогда и не было. А часто вообще приходят в этот офис еще? Да и еще. Даже с этой, с федеральной службы ходят, пишут. Что в сухом остатке? То, что, несмотря на всю одиозность этой истории, на очевидные мошенничества, на заключение под стражу, в конце концов, Ренат Шайдулин остается депутатом. И это проблема не жителей Подмосковья. Это наша с вами проблема. Ульяновская областная дума должна принять решение, теперь зная о том, что он находится в следственном изоляторе и привлечен к уголовной ответственности. Но поскольку у нас, согласно Конституции, виновность определяет суд, именно суд и должен разрешить эту ситуацию. После, если суд признает господина Шайдулина виновным, то руководителю Ульяновской областной думы им ничего не останется, как лишать Шайдулина его депутатской неприкосновенности и депутатского остатка. Юридически так. Тем не менее, мы видим, что когда в аналогичные ситуации попадают депутаты других фракций, их мгновенно лишают мандатов. С Ренатом Шайдулиным этого не произошло. Сколько еще человек он успеет обмануть, прикрываясь пролетарским мандатом? Андрей Творогов, Юрий Конихин, Москва, Ульяновск, специально для Ульяновской правды. А мы здесь страдаем. Я вас по-моему не продал. Я тебя выселяю из этого дома. Виновность определяет суд. И вас очень просим, не бросайте нас.